Снова всем привет, друзья! Сегодня у нас прекрасный солнечный день. Воскресенье, 5 сентября. И я гуляю по парку. Хочу вам показать красивейшие цветы в обычном парке. Ну и сегодня в моём видео я вам расскажу опять, что происходит в моей квартире. Во-первых, расскажу и покажу, как мне настелили ковролин в большой комнате. Это было 1 сентября. И дальше расскажу, какие ещё у меня переделки, что я делала сама и что я не смогла сама сделать. В общем, всё сегодня вы увидите. И ещё я хочу вам пояснить, что я в этом парке вот гуляю с Олей и хочу показать вам вот эти вот канны. Это цветы канны. Наверное, вы знаете, меня поражает то, насколько они здесь обильно и сильно цветут. Я, по крайней мере, такого в России никогда не видела. У нас канны как-то цветут совсем не так. Ну и потом вот эти вот у них все осенние цветы, конечно же, присутствуют. И ещё хочу вам показать, помимо красных, ещё и жёлтые канны. Это тоже очень интересно. По крайней мере, я жёлтых канн до этого никогда раньше не видела. Может быть, будет интересно тем, кто интересуется и увлекается цветами. Я смогла показать, к сожалению, не всё, не с самого начала, как здесь у меня работают ребята. Настилают ковролин в большой комнате. Вот это первое. Это не ковролин. Это основа под ковролин, которая называется Андалей здесь. Не знаю, как она называется в России. Но вот основа. Она бывает разной толщины. Я взяла 9-миллиметровую основу. И вот очень быстро, в течение полутора часов, всё, ребятки, мне здесь застелили. Показываю, как это всё выглядит с новым ковролином. По-моему, цвет неплохой, хотя камера здесь, конечно, немножко искажает этот цвет. Но цвет такой же бежевый, как у меня и был. Конечно, я хожу специально босиком, чтобы почувствовать все изъяны. И, кстати, вы знаете, конечно, хоть и быстро они всё сделали, и вроде бы нормально, но есть кое-какие огрехи. Я не показала вам, когда они сняли мой старый ковролин, то внизу эти доски и вот это ДВП, которое было настелено сверху, поверх досок. Вы знаете, это всё в ужасном состоянии. Но когда я попросила хотя бы эти доски немножко укрепить, как-то их пробить гвоздями, они сказали, что это дело не их, что они только стелят ковролин. А вот если я хочу вот это половое покрытие под ковролином всё улучшить, я должна пригласить уже других мастеров. Должна была заранее пригласить. Там кое-где... Кстати, вот когда мне здесь два этих радиатора устанавливали до этого, ребята, они выломали там в некоторых местах вот эти вот ДВП, которые были настелены поверх досок, тонкий такой лист ДВП, и выбросили их. И вот такие вот прорехи. Я не знаю, конечно, мне сказали, ребята, что всё окей, что так как у вас всё-таки 9 мм вот эта вот основа постелена под ковролин, то ничего там страшного не будет. Но не знаю, потому что основа так или иначе, она протаптывается. И вот сейчас я хожу босыми ногами, и я чувствую, что он неровный, этот пол. Вот это именно то, о чём я вам всегда и говорила тех, кто мне пытается рассказать, что настелите ламинат, почему вы не хотите настелить ламинат, вот ещё бы и паркет настелить, совсем было бы хорошо. Но я хочу всё же пояснить, почему в старых домах в основном останавливаются на ковролине, потому что это самый дешёвый и лёгкий вариант. Если вы хотите стелить ламинат, то вы должны сначала укрепить все вот эти вот доски, по-хорошему их перебрать, перестелить, и скорее всего даже может быть и заменить, потому что эти все доски очень старые. Но там ещё и лаги вот эти все тоже старые. потом вот эти вот листы ДВП само собой, это нужно всё старое снимать и набивать всё аккуратно, плотно, всё по новой. Это мало того, что это дорого стоит. Вот я, например, заплатила просто-напросто за то, чтобы мне вот этот ковролин настелили, я заплатила 300 фунтов. Вы знаете об этом, я уже вам рассказывала. Но вы представляете, что если бы я ещё и заказала вот полностью там всю эту основу перестелить, всю эту основу подбить и сделать как положено, это стоит даже дороже, чем настелить ковролин. Ну, сами понимаете, наверное, те работы более хлопотные. И я узнавала, вот опять же, если говорить об этой большой комнате, 400 фунтов стоит перестелить основу под ковролином или под ламинатом. Но в основном её, конечно, перестилают в новых домах, а может быть, там она уже нормальная. Для старых домов, очень старых, это, друзья, вообще неприемлемая история. Ну, потом 400 и 300 фунтов, это 700 фунтов, это 70 тысяч рублей. только за то, чтобы улучшить пол, я не готова. Пусть уже будет у меня ковролин за 300 фунтов. Ну, потому что, так или иначе, комната смотрится всё равно веселее. А ещё, вы знаете, что я вот оставила минимальное количество здесь мебели, и сейчас, когда я смотрю, то мне даже больше нравится, конечно же, вот такая вот пустая практически комната. только бы здесь поставить мягкую мебель, красивый набор, большой, и было бы, наверное, всё прекрасно, другого больше ничего и не хочется. Но не получается так, понимаете, друзья? Как я и хотела, я поклеила обои вот эти, видите, обои кирпичиком. Очень всё классно теперь выглядит, ровненько. Но дело в том, что, что, ну, во-первых, я всё это сделала сама, как вы понимаете, да? Вот. Только я побелила здесь потолки, как у меня ещё снова. Посмотрите, в углу течёт крыша, ё-моё! Ну, вот так. Не одно, так второе. Покрасила я двери. Теперь ещё я заказала. Должны мне прийти завтра и помыть, почистить вот этот палас. Я, конечно же, его здесь перестилать не буду. Очень дорого. Ну, и дальше я смотрю, как мне лучше украсить стены здесь или их оставить вот такими вот голыми. Это уже буду думать дальше. Я могу вам сказать размеры своего этого коридора. Он 80 сантиметров шириной и 3,5 метра длиной. вот так. Прямо я сейчас стою из кухни, вам его показываю. И дверь сюда в комнату мою большую. И сразу дверь возле входа. Это спальня. То есть, понимаете, да? Вот надо мне что-то делать ещё вот с этой вот. Обратите внимание, это выход вот такой вот на чердак так называемый. но на чердаке там делать абсолютно нечего. Он грязный, он ну не приспособлен для какого-то хранения вещей или ещё чего-то. То есть, там вообще вот этот вот лаз такой сделан, это на всякий случай, мало ли что-то случится на крыше проблема, то вот именно для ремонтников. Вы знаете, сделано грубо опять, ужасно, вы видите, даже не дверца, а там просто прикрыто такой фанерой. В общем, конечно, как они строят здесь эти старые дома, это ещё, как говорится, одна интересная история. Ну, ладно, я показала вам, как выглядят теперь у меня вот стена. Ну, вот, показала вам вкратце то, что у меня случилось последнее время, какие перемены в моей квартире, ну, а также хочу показать вам ещё немного своих работ. Показываю вам ещё свои поделки, посмотрите, ещё одно зеркало, то, которое я показала вам до этого, его уже купили в тот же день, и я, вы знаете, по просьбе покупателя, я его выкрасила в белый цвет, всё-таки вот как-то так больше понравилось. Ну, а это зеркало я сейчас выставлю на продажу тоже. Такие зеркала я продаю по 45 фунтов, ну, дороже я не буду, хотя, конечно, мне говорят, что хейндмейд, ручная работа должна стоить обычно более дорого. Ну, посмотрим, пока меня это устраивает. Помимо зеркал, я сделала вот ещё часы, обклеила ракушками, сделала такую раму, но вы знаете, эти часы мне очень нравятся, я повесила их у себя на стене на кухне, и, наверное, продавать не буду. Тоже мне нравятся вот эти именно я добавила туда, видите, чёрные вкрапления. и здесь из-за того, что много разных цветов, разных оттенков цвета, я довольна, и мне кажется, что вот это как раз красить и не надо. Вот это красиво и так. И ещё одно зеркальце поменьше, я его тут сушу на солнышке. Сохнет обычно долго, потому что толстая всё-таки вот эта основа. Я делаю, спрашивают у меня, как я делаю, я сажаю их на гипс. Если желаете, может быть, сделаю вам видео, урок такой, да, как всё это происходит. И потом вот такое вот зеркальце после высыхания оно тоже пойдёт на продажу. Ну вот, если вкратце показывать, как это всё начинается, вот я делаю такую основу, я нашла, как, где приобрести вот такие вот зеркала. Это маленькое зеркало, диаметр 20 см и круг на 40, иногда на 45. Я вырезаю из какого-то картона, и если тонкий картон, то делаю несколько склеиваю. Вот нарезаю такие вот из картонных коробок круги. склеиваю их вместе, держу сутки под гнётом и потом начинаю наклеивать ракушечки. сутки. Продолжение следует...